Это некая контркультура, которая возникла из борьбы с рутиной проектного процесса, потому что где-то к концу 80-х возникла такая ситуация, когда по большому счету это явление, которое можно назвать архитектурный модернизм 60-х, оно уже пошло на спад, оно начало выдыхаться. И в этот момент как раз пошло большое количество типовых проектов, и архитекторы молодые, которые приходили из института, с архитектурного факультета на практику, их зажали заниматься привязкой типовых проектов, заниматься такой рутинной работой, и, соответственно, творчества у них в реальной практике не было. И бумажная архитектура как раз она возникла как ответ на вот этот запрос на творчество. Да, мы не можем реализоваться как архитекторы реальным, мы будем реализовываться как бумажные архитекторы, как архитекторы графики, вот как архитекторы контркультуры, ну вот и это явление, оно, собственно говоря, и появилось. И бумажная архитектура ведь не так много регионов, где это явление проявилось, да, то есть, вообще Новосибирск второй после Москвы центр бумажной архитектуры. Были еще какие-то явления в некоторых регионах, там, например, во Фрунзе, теперь Бишкек, в Киргизии, в Эстонии, то есть, но вот Новосибирск однозначно был вторым по величине центром после Москвы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова